Не платили вот за какие-то ролики миллиона долларов, за один рекламный видеоролик, я не знаю, почему так происходит, но вот они, что клавиатура там такая, знаете, прозрачная, и вроде как она такая, знаете, удобная, и когда вы что-то, допустим, пишете или пишете там, знаете, неправильно и так далее, наверное, половину экрана, но даже если не половину экрана, то как минимум... В общем, блять, для вот этих вот долбоёбов, которые любят, чтобы всё было, так знаете, круто, классно, не то чтобы даже GTA сам пьют, а просто какой-то, ну дурачок, да, с интернета, вот просто дебил какой-то, который, она нормальная, и в целом мы, типа, ну, крутые люди, мы будем... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Давно у меня не было роликов про Сантропе Ролеплей, и вы можете меня спросить, мол, Данил, а вот почему у тебя не было роликов про самый популярный и самый, наверное, ну, известный проект в GTA Sampi, это же, ну, это как-то не складывается с твоим вот этим вот образом человек, который постоянно, там, знаете, вот это вот самое популярное что-то обсасывает, какие-то вот эти постоянные у него новости, вот это вот весь фастфудовый контент, вот он всё это выпускает, чтобы, так, знаете, максимально набрать просмотры, всё вот это вот прочее, а дело всё вот в чём. Просто, понимаете, Сантропе давно мне не платили вот за какие-то ролики про них, и вот сейчас, знаете, у них выходит новое вот это вот обновление, новые вот эти вот все нововведения, я подумал, а почему бы и нет, да, то есть, тем более, что они предлагают там около, ну, миллиона долларов за один рекламный видеоролик, я не знаю, почему так происходит, но вот они, в общем-то, нечто подобное и делают. И сегодня, разумеется, я вам расскажу про все вот эти вот их нововведения, про всё вот это вот прочее, что связано с Сантропе, ролеплей. Если вы хоть раз заходили вообще на вот мобильные GTA-самповские проекты, будь то Arizona Mobile или Сантропе или, допустим, BlackRush, хотя вот за неё не могу ручаться, но, в общем-то, если вы играли какие-то GTA-самповские проекты с телефоном, то могли знать, что клавиатура там такая, знаете, прозрачная, и вроде как она такая, знаете, удобная, крутая, в общем-то, не лагучая, всё там достаточно быстро делается. И вот сейчас Сантропе, так как они новаторы, так как они, знаете ли, самые популярные проекты в GTA-сампе на телефон, на Android, на всё прочее, они решили сделать следующее. То есть, вместо вот этой вот удобненькой, крутой клавиатуры, которая, знаете ли, устраивала всех, которая всем нравилась и так далее, они решили использовать встроенную клавиатуру телефона, как я понял, либо не встроенную клавиатуру, а какую-то свою вот эту, знаете, кастомную. И, если честно, то, ну, она не внушает доверия, потому что, если это стандартная клавиатура телефона, то вы можете знать, что на каких-то, допустим, таких уже старых моделях телефона, оно как бы, ну, лагает, клавиатура лагает, открывается долго, открывается хуёво, да и, в общем-то, в горизонтальном режиме клавиатура работает очень плохо. И, типа, там какие-то кнопки вот эти вот все не растянутые, ты вот, я не знаю, тянешься до одной вот этой вот буквы, тянешься до другой буквы, потом переключаешься на цифры, опять тянешься туда-сюда, по итогу телефон падает у тебя из рук, падает ещё и тебе на лицо, у тебя, знаешь, выбиваются зубы, и вообще всё происходит достаточно плохо, а со всем этим, знаете ли, телефоном. И всё это происходит, как вы можете понять, из-за одной единственной клавиатуры. И тут Сантропе всё это делает, несмотря на то, что многие люди пишут, что клавиатура вот эта вот, знаете, которую они там придумали, это полная хуйня, это полное говно, и оно будет лагать. Несмотря на всё это, сейчас, сегодня, а не так давно даже, можно сказать, они выпустили ещё один такой, знаете ли, видеоролик, в котором показывают то, как на этой самой клавиатуре будет работать T9. То есть, оно будет анализировать то, что вы пишете, анализировать ваши самые вот эти вот часто вводимые слова, и когда вы что-то, допустим, пишете или пишете, там, знаете, неправильно и так далее, он либо будет подсказывать, либо, если он прям такой, знаете, жёсткий T9, он будет заменять вот эти вот все слова. То есть, пишете вы, допустим, я ебал тебя в рот, а меняется, допустим, я тебя очень люблю, ты достаточно хороший человек, вообще я за ЛГБТ, за все вот эти вот прочие вещи, Black Lives Matter, и вот всё вот это, знаете, прочее из разряда всех этих компьютерных видеоразвлечений для детей в GTA Sampe, на Android, на телефоне, на всех вот этих вот прочих вещах. Но подумать только, если вот даже всё это не будет лагать, если всё это будет работать так, как задумали все эти разработчики с антропэру или плей, то, как задумали все вот эти вот GTA Sampe разработчики, то, как всё это задумали скриптеры и так далее, тем не менее, клавиатура неудобная. То есть, раньше она была прозрачная, и ты мог, типа, через неё даже что-то увидеть, что там происходит. Сейчас она занимает, наверное, половину экрана, но даже если не половину экрана, то как минимум 1 треть экрана она занимает, и это громешный вообще такой пиздецовский пиздец. Я, если честно, не помню, как точно выглядит вот эта вот, знаете, стандартная клавиатура, но могу предположить, что вот эти вот кнопки там не растянуты. Разумеется, кнопки растягиваются там для того, чтобы, типа, было удобнее попадать, но при этом выглядит это с такой, знаете, дизайнерской точки зрения, с какой-то, возможно, перфекционисткой, перфекци... В общем, блядь, для вот этих вот долбоёбов, которые любят, чтобы всё было так, знаете, круто, классно, оно выглядит, типа, ну, хуёво, да, типа, не особо круто и вообще непонятно. И лично для меня вот вся эта клавиатура, то есть, ну, это полное говно, они занимаются какой-то полнейшей ахинеей, когда можно было бы выпустить какое-то пиздатое обновление, чтобы всем всегда было круто, замечательно и классно. Однако, я не владелец серверов, я, тем более, не владелец Сантропе и даже не их советчик, я просто такой, знаете, не то чтобы даже GTA сам пьют, я просто какой-то, ну, дурачок, да, с интернета, вот просто дебил какой-то, который постоянно льёт воду людям, они за это, там, знаете, ставят ему дизлайки, либо ставят лайки, либо подписывают, делают все прочие вещи. И, наверное, им всё-таки виднее то, как всё это будет, но вот игрокам всё это уже не нравится даже до выпуска. Возможно, когда это выйдет, игроки, типа, переосмыслят и, в общем-то, скажут, типа, да нет, да, клавиатура, она, типа, она классная, она нормальная и, в целом, мы, типа, ну, крутые люди, мы будем пользоваться всей этой клавиатурой. Однако, ладно, я снимал на проекте Arizona Roleplay Phoenix, заходите по айпишнику в описании туда, там также есть мой никнейм DanteConnor, там также есть мой промокод Nootoxic54, и, кстати, в описании ещё есть ссылочка на мой телеграм-канал, туда вы тоже можете зайти, и там вы тоже можете ознакомиться со всей этой информацией, которая вас будет интересовать, или даже если она вас не будет интересовать, то всё равно, ну, со всем этим нужно ознакомиться. Увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, либо немного пораньше, что маловероятно, тем не менее, всех благодарю за просмотр данного видеоролика, до свидания.